Снова всем приветики! Как вы видели, мы сегодня куда-то ходили. Наверное, по названию вы уже поняли, куда мы ходили. Мы ходили сегодня снова сдавать анализы. Как я уже говорила, Дима болеет до сих пор. И в прошлый раз мы сдали анализы. Педиатр сказал, что все супер, у вас хорошие анализы. Мы говорим, что у нас температура у ребенка держится, поднимается постепенно, очень медленно, конечно. 37,3, потом 37,4, через пару дней. Через пару дней 37,5. Но все равно она поднимается. Нам сказали, что это таким образом. Просто он принимал очень много лекарств. И вот таким вот образом эти лекарства выходят. Ну, то есть уже сказали, что через месяц все пройдет. Прошло уже 2 недели. А, даже нет, прошло даже больше. Остается до месяца буквально дней 5, что ли. Да, где-то дней 5, 6. Вот так вот оставалось где-то неделька. А температура не спадает. Ну, не может же быть вот так вот месяц прошел, да, и хоп, и будет уже температура... Там вчера, допустим, на днях еще была 37,5, а через пару дней она будет 36,6. Ну, явно что-то не так, значит. Мама взяла эти анализы, распечатала. Вернее, девочки там распечатали. Пошла к платному инфекционисту, именно платному, узнавать, что там. Там сказали нам, что, оказывается, мы еще не здоровы. Говорит, у вас остался вирус, он есть. Говорит, и анализы у вас не очень хорошие. Да, говорит, они отличаются от тех, которые были в больнице у вас, которые потом вы сдавали. Как бы они получше. Говорит, но вы еще не выздоровели. Говорит, у вас там, если вы не будете лечиться, то еще все впереди. Вот как бы организм, все врачи пытаются, ну, вернее, думают, что иммунная система, ребенка сама справится. И никакие лекарства не назначают. А мы в итоге ждем, 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 ждем. А, ой, обидно, короче. Время потеряно, уже там ближе к Новому году. Ролик, опять же, у вас выйдет с опозданием. Не знаю, с каким, на сколько. Вот, а мы никак не можем вылечить ребенка. Уже, слава богу, температура не 38, не 39. Слава богу, она держится только на 37. Сейчас мы уже начали лечение. Сегодня третий день, мы пьем нормамент. Нормамент, да, противовирусный. Мы до этого его пили, он нам помог. И официалист сказал, ладно, что вы будете покупать какой-то новый, давайте пейте его. Пока что температура не спадает. Также держится 37, ну, хотя бы она не поднимается выше. По-моему, 37,2 вот было вчера. Да, ну, как-то она так вот, волнами какими-то. Надеюсь, то, что это лекарство нам поможет. И сегодня мы ходили как раз сдавать анализы уже более раскрытые. У него брали из вены. И анализы, конечно же, платные. Мама ходила к педиатру, узнавала. Говорю, мам, ты бы хотя бы цену спросила. Можно бесплатно сдать в пироговке. Говорю, блин, я думала, ну, рублей, думаю, наверное, 300. Ну, 600, думаю. Ну, максимум 700. Короче, все вместе стоит около 3000. Представляете? 3000. Чтобы просто сдать кровь и узнать. И то, это еще не все анализы. Еще есть там еще один анализ, который в нашей поликлинике не делают. Не берут. То есть, его где-то отдельно надо сдавать. Сегодня мы заплатили 1347. Причем мне на кассе сказали 1350. Я карта расплачивалась. А домой прихожу, у меня 1375. Я думаю, блин. Кто кого обманул. А не меня. Или я заплатила слишком много. Хотя карточка расплачивалась. Ну, конечно, понятно. Может быть, неправильно сказали. Вот. Не знаю. Вот так вот. Вот сдали только часть анализа. Вторую часть там пробирок у них не было. Причем они знали, что мы приедем. Но почему-то заранее не заказали. То есть, сейчас уже конец недели. Четверг сегодня. За эти 4 дня, в принципе, там даже 2 дня. Вчера у них было. То есть, позавчера мама пришла. Вчера был целый день. И не могли заказать, где-то взять эти пробирки. Раз они у них заканчиваются. Но, блин, обидно. Обидно. Это не бесплатная поликлиника. Это платная поликлиника. И так вот поступили. То есть, получается, что придется ребенку кровь из вены брать дважды. А ему больно. Он кричит, плачет. Он потом же начнет бояться. Так, он из пальчика у него берут кровь. Он не боится. То есть, у нас это как-то нормально. Нормально берут. Не так уж и больно. Можно потерпеть. Если там где-то в больнице у него брали, он, конечно, кричал. Плакал. Там очень. Ну, там, наверное, больно было. Я так думаю. По-разному прокалывают. Разные, наверное, штуки для прокалывания. Некоторые, некоторые болезненные, некоторые нет. Короче, вот так вот. И, наверное, мы еще завтра пойдем уже платно сдавать оставшиеся анализы. Потому что ждать долго, пока там привезут эти пробирки, у нас нет времени. Хочется побыстрее, побыстрее, чтобы уже посмотрели анализы, посмотрели, что, как, чего. Инфекционист сказал, что после больницы, когда мы выписались, должны были пройти лечение. Что педиатр должна была назначить. Но никто не знает этой инфекции, как выяснилось. Никто ничего, ни о чем не знает. Что это такое? Наш педиатр, ну, не наш, а мы ходили к другой, не наш, а к другой попали. У нее высшая категория, стаж, 37 лет. Она ездит на выезды. Плюс, оказывается, она еще работает в другой поликлинике. То есть, за 37 лет ей эта инфекция не попадала, что, видимо. Она говорит, мол, типа, это у вас совершенно другая инфекция. Там у вас вообще что-то другое, там непонятное. Типа, ну, там, я не знаю, таблетки не надо принимать. Там ждите, иммунная система справится. Вот мы и ждем. Уже третий месяц ждем. Никак. Я надеюсь, то, что Нормомент, он нам уже помогал, что он нам поможет. Я очень сильно на него надеюсь. И, конечно же, новый инфекционист, она очень знаменитая по Самаре, по нашему городу. Вот, мы к ней попали. Что она нам все-таки поможет справиться с этой инфекцией. Короче, вот так. Вот такие дела сегодня мы ходили ранним утром. Димочка уже очень давно хотел погулять по темноте, потому что светятся разные фонарики, разные вот эти вот павлинчики. Вот, интересно все это посмотреть. Ему это все нравится. Наконец-то мы прошлись, прогулялись. Так, сколько там я с вами болтаю? А, 7 минут, надо же. На обратном пути, кстати, мы зашли на рынок. Рынок ярмарка. Ну, как раньше были рынки. Я хотела посмотреть себе тапочки. Ну, я просто хотела просто пройтись, чисто пройтись. А потом я уже по пути вспомнила, что мне тапочки нужны. А в одном месте посмотрела. Ну, так вот там, это мужчина ответил. Нормально, так, спокойно. Я думаю, над же, какие все добрые. Думаю, ранное утро, а все добрые. Думаю, ну ладно, иду дальше. У женщины спрашиваю, есть ли у вас тапочки с мягкой подошвой. Я люблю тапочки, либо вообще, чтобы тонкая была подошва. То есть, не жесткая вот эта, вот мне неприятно. Либо мягкая. Да, да, вот мягкая, мягкая, я трогаю. Она тонкая, тонкая, такая плотная, плотная. Я говорю, не, я говорю, это твердая какая-то подошва. Говорю, мне надо с мягкой подошвой, чтобы мягенькая была, чтобы, ну, ходить было удобно. Ходите босиком тогда. И мне, главное, на ты. Ты сама не знаешь, чего ты хочешь. Там, и мне вслед кричит, кричит, я уже ухожу, она не русская. Я думаю, сейчас еще мне это вслед кричит. Думаю, сейчас, как его, нашепчет там что-нибудь, что у меня будет все плохо в итоге. Как там это называется, забыла. Не пишите, не надо в комментариях. Вот, что-нибудь там наговорит, наговорит. Я уже стараюсь ее не слышать. Она там все мне вслед кричит, кричит. Ты сама не знаешь, что ты хочешь. Там, вот, это там тапочки вообще у меня дорогущие. Они бешеные деньги стоят. А я про себя иду, думаю, господи, там подошва тонкая, жесткая, такая неприятная. Ну, какие деньги? Сколько, думаю, она может стоить? Шестьсот? Полторы? Думаю, нет, точно не полторы. Думаю, может быть, они продают за полторы. Думаю, их цена, думаю, нет, не полторы. Да, там сверху сами они такие, как чуни, красивые и все. Но подошва не та совсем. Вот, потом иду дальше. Уже на выходе, там, думаю, сейчас куплю черное мыло хозяйственное. Всегда там покупаю. И продаются там тележки. Вот, как бабушки видели, да, ходят с такими тележечками. У меня тоже такая была когда-то тележечка, которую я купила на собственные свои заработанные деньги. И, честно говоря, я к ней относилась очень трепетно. Так вот, ну, когда свои деньги там зарабатываешь, там, именно, как раньше говорили, там, потом, да, там, то как-то относишься. Причем это, то есть, первая покупка на мои заработанные первые деньги, которые я сама заработала. И к ней относилась очень, прям, так, очень хорошо. Она мне очень-очень нравилась. И у меня ее бабуля попросила на пару дней. И в итоге оставила себе. И недавно в этом году она сказала, что она мне ее не отдаст, что это ее теперь вещь. Честно говоря, было немножко обидно. Я знала уже, что она не отдаст, потому что эта тележка у нее уже последние 3-4 года находится. Вот, честно говоря, немножечко было обидно, потому что она такая симпатичная, яркая, красивая. Я на ней очень много продуктов перетаскала. Вот, и в этот раз я уже в этом году стала задуматься, что, наверное, мне нужна тележка, потому что иногда вот технику перевезти, у меня хлебопечка ломалась. Вот, просто ее отвезти, тащить тяжело. Думаю, загрузил тележку, завязал и отвез. Думаю, очень, кстати, удобно. Микроволновку, например, тоже сломалась, ее там чинила, отвезти. Она вообще 10 кг весит, вообще тяжеленная. Тоже, но все равно нужна такая тележка, за водой сходить там. Ну да, есть муж, конечно, все супер. Но все равно в магазин сходить. Идешь в магазин, думаешь сейчас, ну я возьму только вот это, вот это, вот это. Они легкие, ладно, унесу. В итоге идешь домой с тяжелым рюкзаком. Блин, я что еще купила? Я купила это, это. Или приходишь, мука нужна. Там, вот, кстати, вот в прошлый раз, пандемия, когда началась, я на себе перетаскивала всю муку. Я там что-то килограмм 10, что ли, купила муки. На себе тяжело. Там вроде магазин рядом, тяжело. Но нет. Я все-таки дотащила, дотащила. Как же? Мука же нужна. Хлебушек печь надо. Вот. А в этот раз я уже подумала. И дошла я до конца. Я знала, что там продают тележки. Я надеялась, что там продается та же самая тележка, которая была у меня. Я хотела именно ту же самую. Ну, либо какую-то новую. Ну, начали разговаривать, беседовать. Там мужчина и женщина были. Тра-та-та. А потом, значит, я говорю, ну, вообще, говорю, как тележки по качеству нормальные. Говорю, вот раньше, говорю, было как-то получше. Ну, там, лет 10 назад еще как-то нормальные были. Потому что я начала читать отзывы микроволновки моей, которая лет 7, наверное. И она сейчас до сих пор продается. То она ужасного качества. Там то дисплей ломается, то это ломается. У меня, слава богу, работает. Стала читать отзывы моей хлебопечки на данный момент, которая сейчас продается. Которая уже выходит новая. Тоже плохие отзывы. То это ломается, то дисплей, то там, то там. Блин, а моя техника в итоге, там, микроволновка 7 лет проработала. Она сейчас работает. Просто у нее проблема с дверцей. Хлебопечка, в принципе, тоже работает. Но она не может перемешивать. Ей тоже, кстати, около 7 лет. Где-то так вот, блин, ну, 7-7. А там в отзывах написано, пару месяцев, год, два ломается. У всех практически. То есть, получается так, что лет 7-10 назад техника была гораздо лучше, чем сейчас именно. Не чем, там, допустим, тогда еще там. Вот. Я это все рассказала. Он начал сразу на меня тыкать. Ты, да ты ничего не понимаешь. Да техника, когда тогда. Да тебя в живых еще не было. Да ты вообще там это. Главное, ты, ты, ты. Прямо тычет. Ну, как бы видно, что ему лет 40. Может быть, даже за 40. Да. В районе 50. Но вот это вот отношение вот тыканье, ты, ты, да ты, да тебя там еще в живых не было, да ты там. Это обидно. Это реально. Это очень обидно. И получается еще так, что они меня в ход перегородили. Вдвоем стоят, тыкают, на меня тут наезжают. То есть, я не могу либо мне назад идти, весь рынок проходить и переходить к той женщине, которая меня там тоже посылала. Либо стоять, слушать. И мне прям вообще, мне было так обидно, мне было неприятно. Говорят, да ты, до какого года ты родилась, да там это, это. Ой, в итоге там кто-то шел, как раз кто-то пошел неожиданно. Они стали его пропускать, и я просто ушла. Даже я не стала скандалить, ничего выговаривать. Потом уже я дома подумала, что надо было все-таки сказать, почему вы ко мне так относитесь. На ты. Почему на ты? Я думаю про себя, я что, плохо одет, я похожа на бомжиху, что ко мне можно обратиться на ты. То есть, для меня это как-то кажется, как более такой низкий уровень, который вот можно вот так вот подойти человеку и сказать. Но потом я поняла, что они просто работают на рынке, поэтому это все происходит так. Что там люди более, не сказать, что пониже. Не хочу никого обижать, но я не знаю, почему так. Когда я прихожу, я всегда ко всем обращаюсь на вы. Даже если, допустим, человек младше меня, я прощаюсь на вы, потому что человеку так будет приятно. Я знаю, что будет так приятно. Я всегда говорю девушка. Даже если передо мной стоит женщина толстая, большая, я говорю девушка. Потому что я знаю, что ей будет приятно. Вот. У меня уже садится батарейка, я не хочу много набалтывать. Напишите свои комментарии, как думаете вы обо всем об этом. Обязательно напишите. Мне будет приятно. С вами был канал Арт Мания. И всем пока-пока. Обязательно, кстати, напишите, как вы обращаетесь к другим людям. На вы или на ты? Женщина или девушка? Я помню, даже была старушка стояла в автобусе. И говорю, девушка, вы выходите на следующий? Она так с улыбкой. Да. Ей было так приятно. И мне было приятно, что ей стало тоже приятно. Пока-пока всем. С вами был канал Арт Мания. Подписывайтесь обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok